всем привет сегодня у нас на обзоре легендарный телефон nokia n81 8 гигабайт и так если вы сейчас собираетесь покупать новый телефон и думаете кого-то удивить и думаете что все таки брать samsung galaxy fall 2 или iphone 12 pro max но я вас огорчу если вы купите эти телефоны вы никого не удивите а вот покупая данную nokia вы точно вы делитесь среди всех своих друзей и не только своих но и других первое посмотрите что он имеет я так понимаю многие уже забыли что значит телефон слайдер так вот это именно он второе посмотрите вот это я называю настоящий стерео динамик 1 2 причем они нигде не скрытые как в некоторых одна точечка идет оттуда звук тут конкретный нормальный динамик так сейчас все производители встраивают такие аккумуляторы quick charge быстрая зарядка посмотрите как nokia решила эту проблему зарядка вот две секунды вытянули батарею ставили новую все телефон заряжен сто процентов второй момент вот когда вы покупаете новые сейчас есть технология есть сим там электронная сим-карта которая кстати в россии и украине не работает тут же не надо вам никаких не наносим микросим старая обычная здоровенная сим-карта вставили закрыли и забыли навсегда так третий момент камера посмотрите на эта камера чтобы не было сомнений читаем 2 мега пикселя 2 мега пикселя поэтому фоточек и сделайте много в памяти телефона как я уже сказал 8 гигабайт вам не надо никаких не облачных хранилищ все сохранится здесь потому что когда фотография весит 2 мега пикселя то вы их можете сделать хоть два миллиарда штук так что это у нас такое опа а тут у нас уже есть слот для карт памяти айфону айфона что сказать до сих пор нету слота для карт памяти и поэтому родные 8 гигабайт мы можем увеличить до чего да блин до двух миллиардов терабайт вот все закрываем второе смотрим внимательно на корпус смотрите что у нас есть у нас есть замочек все телефон блокируется у нас есть кнопка включения у нас есть разъем 35 смотрите сколько я уже перечислил это только на одной стороне потом смотрим громкость включить выключить потом кнопка чисто для фотоаппарата вот сейчас такое перестали делать ну очень удобно все вы телефон достали нажали перешел в режим фотоаппарата смотрим внизу что это у нас зарядка usb еще какой-то штекер непонятный вот эта точечка это для микрофона так на углу есть такие две дырочки прорезь это не просто так а что это значит это значит вы можете повесить телефон на шнурочек себе на шею до сих пор эта технология не понятой а если повесили на шее он у вас никогда не упадет и не разобьется и не надо вам никакие корнин горилла глаз сапфирными вставками мы все знаем один хрен упадет ваш айфончик и разобьется нафиг так что еще этот же телефон тут я надеюсь видно да что он падал блин да он падал 10000 раз и что и все работает вот были раньше технологии так этот телефон также работает как игровой смартфон берем его в такое положение и смотрите у нас полноценный джойстик вот вот это вот клавиши можно там в танчике рубиться вот полноценный джойстик и того считаем кнопка 1 кнопка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 центральный джойстик и полноценная qwerty клавиатура никакой сенсорный экран все-таки не передает до сих пор знаете когда берет жестик свою свою руку и ты чувствуешь игру ну если бы было бы удобно играть на сенсорных экранах джойстики к playstation 5 не стоили бы по 5000 гривен как они dualshock и dualsense и называется в общем вот так вот так из беспроводных технологий вай фай bluetooth кроме того fm радио где вы сейчас встречали радио в этих ваших айфонах кто-то скажет интернет ну заедете вы в пустыне где там интернет будет а тут радио настроили европа плюс все слушаем наслаждаемся так память запоминает 256 номеров на сим-карте телефонных плюс вот так вот пишите один телефонный номер на бумажечке приклеить ее и скотчем еще место остается для двух номеров то есть и того мы имеем 256 телефонных номеров плюс 3 экстра дополнительных так еще посмотрите на эту вспышку тут от размера вспышки и так понятно что засветит так что все глаза будут красные на фотографиях вот потом загрузили photoshop удалили эффект красный глаз так что он еще рассказать об этом телефоне да сейчас идет борьба что все-таки лучше айос или android тут такого вопроса нету тут даже еще нету windows мобайл тут убунту стоит операционка в общем элитная так материалы корпуса ну тут понятно чистый алюминий вот этот механизм слайдера рассчитан на сто тысяч открытий закрытий то есть он еще вас переживет пылевлагозащита айпи 87 в общем можно и в пустыню кидать и в муку использовать как ложку как черпак как аполлоник пельмени можно им переворачивать там котлетки котлетки переворачивать или менее доставать из кипятка вот так помните старую проблему samsung взорвались аккумуляторы тут такой проблемы нету даже если взорвется то корпус настолько прочный что он поглотит весь удар и вам не оторвет никакую вашу конечность в общем однозначно рекомендую если вы не найдете где быть эту хрень дороже чем 300 гривен я думаю покупать не стоит на этом мой обзор закончен всем спасибо всем пока